Друзья, напоминаю, сегодня 8 июля, день семьи, любви и верности, и вот об оригинальных традициях далекой океании мы прямо сейчас поговорим с представителем одной из великих легендарных российских династий. С нами на прямую связь выходит исследователь, директор фонда имени Митлуха Маклая, путешественник, общественный деятель Николай Николаевич Митлуха Маклай. Здравствуйте, Николай Николаевич! Здравствуйте, здравствуйте, очень рад вас видеть. Вот мы сегодня уже нашим телезрителям сказали о том, что мы отмечаем день семьи, любви и верности, вот очень бы хотелось бы узнать, какие интересные свадебные обряды существуют в океане? Ну, во-первых, океане, конечно же, мы должны понимать, это 30% мирового, не просто океана, а нашей планеты. И 30 тысяч островов. И 30 тысяч островов, поэтому мы не сможем, конечно, говорить о всех, но нам близок очень берег Маклая, это северо-восток острова Новая Гвинея, а Новая Гвинея – это самый большой остров в океане, и там проживают около 9 миллионов жителей на данный момент и 867 языков. Такое же большое количество культуры. Для того, чтобы начаться свадебная традиция, семья девочки преподносит большую свинью. И вот чем больше эта свинья, тем больше праздник, и тем действительно более высокопоставленный человек. Вообще, папа у Новогвинейца и сами папуасы берега Маклая очень ценят своих женщин, и семьи для них очень крепкие. Несмотря на то, что в традициях считается, что если жена не справляется с работой, то ее можно спокойно отправить обратно домой. Да. Но я вам должен сказать, что, зная об этом, все справляются очень хорошо. Николай Николаевич, нас очень заинтересовало издание об океане, которое вышло в вашем центре. Расскажите, пожалуйста, на какую аудиторию рассчитана эта книга, кто ее автор и каким образом собирался материал для нее? Россия-Океане – это история, Россия-Океане – исследование путешествия россиян в 19-21 веке. Это именно в названии есть расшифровка того, чем мы занимались. Начиная от Крузенштерна до наших современных экспедиций, которые возродили фактические исследования в Папуо-Новой Гвинеи. Все это издание было подготовлено именно для аудитории школьников седьмых, восьмых классов. Когда это издание прошло экспертизу, когда с ним ознакомились, выяснилось, что оно очень интересно для широкой публики. И не только школьникам, именно по той причине, что доступным языком рассказываются те научные факты, которые действительно были на протяжении 200 лет собраны нашими отечественными исследователями. Оно распространено уже в 50 различных городах нашей страны и будет дальше распространяться, и будет частью именно библиотечного фонда, а также фонда университетов, не только тех людей, которые в школах учатся, но и студентов. Поэтому в этом издании, конечно, можно об этом во всем узнать. Единственное, мы, конечно, не говорили о традициях семейных, но о семейных традициях вы узнали сейчас, вот на телеканале «Санкт-Петербург». Мы можем узнать в дополнение о том, что без свиньи супруги не подходи. Николай Николаевич, а вот если возвращаться к сегодняшнему времени, скажите, какие связи между Папуо-Новой Гвинеей и Россией сейчас? Допустим, в XIX веке Россия была не очень выгодна этой территории, потому что там не проходили торговые пути. Вот сейчас какие связи существуют между нашими странами? Изучают ли там русский язык? Есть ли там наше представительство культурное? 12 декабря был торжественный день 2019 года, когда фактически открытием кабинета русского мира, это так называемого русского центра, цель которого изучение русского языка, ознаменовалось возрождение действительно присутствия России и русского кабинета на территории Папуо-Новой Гвинеи. Несмотря на дипломатические отношения с этой далекой страной, которые сложены с начала ее основания 1976 года, представительства не было с 1992 года. Хотя посол, безусловно, есть Людмила Георгиевна Воробьева, она находится в Индонезии, но не на территории. И сейчас дистанционно изучают Папуо-Новой Гвинеицы русский язык. Со следующего года, когда будут сняты ограничения, мы будем более активно и уже очно находиться там. А сейчас мы стараемся поддерживать этой информационной группой. У нас существует группа Facebook, у нас существует группа сайт специальный. Поэтому все это дело продолжается. И самый потрясающий момент. Мы планировали обучать порядка 30 студентов Папуо-Новой Гвинеицы. Получили заявки на тысячи. Почему я говорю тысячи? Потому что, когда уже перевалило за пару тысяч человек, я перестал уже считать эти заявки, потому что мы физически не можем их обработать. И интерес огромный. Интерес, большое уважение к России. Николай Николаевич, да, мы видим, что вы находитесь на фоне здания МИДа. Расскажите, пожалуйста, это ваша ежедневная работа, либо какое-то дело вас привело, если не секрет, конечно. Сегодня мы как раз обсуждались о вопросах, касаемые продвижения русского языка, в том числе в Папуо-Новой Гвинеи. Существует программа президента Каукаса президента, которая сейчас прорабатывается в открытом доступе по продвижению русского языка за рубежом. Эта программа находится в стадии разработки. Я надеюсь, что мы Папуо-Новой Гвинеи включим в этот список. Николай Николаевич, спасибо вам огромное за интереснейший разговор. Мы желаем, чтобы скорее открыли границы, чтобы вы отправились в океанию и гордо несли там и наш российский триколор и продолжали дело вашего великого предка. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Я хотел обратить внимание, что все путешествия, которые в нашей книге описаны, начинались из Санкт-Петербурга. Спасибо вам большое. Спасибо большое, хорошего дня. Ну, а утро в Петербурге тем временем продолжается.